привет народ с вами варчик в этом видео я вам покажу бой который обещал но забыл показать на стриме поскольку стрим был долгий в конце я уже просто забыл устал и пошел отдыхать так вот тот самый бой который хотел вам показать бой сыгран на isu 152 прокачиваемая pt советское 8 уровня на которой зритель заказал 3 отметки перед тем как сделать стрим на этой птшки я решил протестировать сборку для активного геймплея но активный геймплей с упором на стрельбу не на скорость езды или количество хп без турбин закалок а скорее на маневренность точность для того чтобы в ближнем бою просто стрелять сходу из вертухи еще я тестировал разные мод паки смотрел что там есть за моды и пока я там короче проверял сборки оборудования и модов произошел вот такой вот бой он был сыгран за день до того как я делал стрим на 3 отметки на isu 152 то есть вечерком я сыграл этот бой а на следующий день я сделал стрим на 5 часов на котором дошел до отметки 94 с половиной процента и пошел отдыхать после того как немного отдохнул запустил еще один стримец где покатала немного и в начале стрима в первом же бою добил отметку принципе все три отметки на isu 152 я получил невероятные впечатления и эмоции от этого танка тоже ощутил и все впечатления и эмоции у меня начались именно с этого боя который был сыгран еще до стрима что же это за танк такой isu 152 почему я играю вот так почему залетают эти выстрелы что это вообще за дурацкая стрельба с нулем сведения где я даже не то что не свожусь даже не начинаю сводиться и я так откатал еще стрим на 5 часов и на isu на мой взгляд вообще сведения какие-то там прострельщики кемперить кустики это вообще что-то чем нет смысла пользоваться она бессмысленное такое ощущение что я познал какой-то новый геймплей самое важное чем я занимался в этом бою это просто во время выйти на врага чтобы можно было более менее бесплатно или с разменом хп просто в него стрельнуть с вертухи и укатиться назад это то чем я занимался в этом бою и чем потом я занимался следующие пять часов я учился играть в такой геймплей это было интересно и прикольно порою подгорало поскольку у меня на пт не сильно много боев насколько бы много мне боев не было в целом и как долго бы я не играл вообще в игру world of tanks но на пт боев у меня не так уж много а те которые сыграны это в основном на прям танках с башнями но это isu не супер быстро не особо маневренная башни нет вообще углов и склонения орудия тоже мало броня сказать что она есть ничего не сказать ее нет вообще но при этом иногда что-то отскакивает то от маски то от пушки то еще непонятно от чего но она горит в лоб в борт в жопу в корму в баке в двигатель во все подряд поэтому я играл на бэбэшках на огнетушители на маленьких расходниках и не парился ни о чем то есть я мало того что играл в нестандартной наверное для большинства геймплей на isu 152 я не стоял в кустах так я еще и не тратился на кучу ресурсов в этот танк я не платил за допаек каждый бой я не играл на full голде я вообще не пользовался у меня даже она не была заряжена я взял три отметки при этом голда и и в боекомплекте было 0 и я занимался только одним я в бою пытался выйти куда-то на какие-то безопасные прострелы желательно в ближнем бою из-под союзников либо занимал какие-то прострелы вблизи где выкатится враг я дам ему урон и я отъеду и как ни странно после того как я это покатал в голове рождается какое-то новое понимание а как играть на пт в целом да и на других танках можно это применять не какие-то там заезженные позиции где ты просто стоишь и от башни там ближнем бою долбишь тяжей голдой в лицо не какие-то там смены флангов или так далее это вообще какое-то другое понимание игры тебе просто нужно безопасно плюнуть снаряд во врага и на максимально неудобном танке твоя задача вывести это ведро в тот самый маленький промежуток времени чтобы куда-то там бахнуть все при этом малейшая ошибка на этом ведре она тут же рассыпется она станет на каток она ничего не тонканет она загорится в лоб и в этом вся суть это было реально прикольно и с этим совсем пришло еще одно понимание великого в игре world of tanks это стрельба как же сильно пригорает когда враги с непонятных кривых пушек стреляют без сведения и наносит урон от этого лично у меня очень сильно пригорает но я вот это вот поиграл до стрима пару боев и на стриме еще пять часов и мне кажется я преисполнился в этих вертухах насколько это возможно если в меня следующий раз будут залетать вертухи то я уже буду с большим пониманием видеть что произошло а произошло следующее стандартная вещь вот я сел на кривующее ведро с которого я много боев подряд с вертух наносил урон процент попадания и пробития был очень высокий так получается что это стандартная ситуация ничего необычного в этом нет значит и относиться нужно к этому по-другому то есть если в меня челик из кривых пушек часто попадают и я с этих же самых корявых пушек тоже часто попадаю так может быть надо под них перестать подставляться но как тогда активно играть вроде бы активно но аккуратно в общем есть о чем подумать но факт есть факт а действительно ли она кривое потому что процент пробития попадания выше чем на допустим точной пушки йоха где вроде бы там точность 0 3 сведение 1 и 7 там или сколько дпм шмпм какая-то стабилизация а где она если по статистике стрельбы по факту она хуже и смотрим на этот бревномет и кто из них на самом деле бревномет а кто снайпер так сразу и не разберешься надеюсь бой вам понравился как я и говорил адекватности в нем было да наверное вообще не было играть красиво всем пока увидимся и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok